здравствуйте это правило большого города программа в которой мы рассказываем что в одессе не так и как сделать нашу жизнь комфортнее сегодня говорим о невидимой угрозе вокруг нас и немного о бананах радиация это страшно она не где-то там в чернобыле а везде в одессе в том числе хотя бы ее никогда не видели и не чувствовали радиацию излучает ваш мобильный телефон вайфай роутер микроволновка и даже весь дом особенно если это панельная многоэтажка но все это не опасно счетчик гейгера реагирует только на ионизирующее излучение она измеряется в зивертах если вы получите больше двух зивертов за раз вероятно вскоре вы умрете радиация есть везде мы постоянно подвергаемся малым дозам ионизирующего излучения вот например банан он богат калием который от природы радиоактивен поэтому когда мы едим банан то получаем 0,1 микрозиверта и тоже становимся немного радиоактивны это просто забавный факт такая доза ничтожно мала по сравнению с фоновым излучением земли от почвы камней и даже воздуха в одессе уровень радиации в среднем не превышает 0,3 микрозиверта в час это в пределах нормы столько же в хиросиме куда сбросили атомную бомбу за излучением на наших улицах следят спасатели и специалисты службы экологического контроля с ними и отправимся в рейд данный дозиметр имеет датчик который нужно поднести на 15 сантиметров от уровня поверхности измеряемые материала то ли это автомобиль то ли это брусчатка то ли какой-то другой там особенно есть предметы у которых свой природный радиационный фон немножко завышен это касается в большей мере стройматериалов который опять же не должен превышать эти 0,3 микрозиверта главную опасность представляют строительные материалы например вы никогда не узнаете откуда действительно привезли отделочный камень или древесину вполне возможно ваш паркет или любимая кровать сделаны из чернобыльских деревьев проверить это можно только с помощью специальных устройств вызов специалиста от 300 гривен радиационный фон превышен на севере и в крупных промышленных городах в центре страны но это все природное излучение земли и космоса радиоактивное загрязнение после аварии в чернобыле до сих пор сохранилась только в некоторых районах киевской и житомирской области к самому реактору давно водит экскурсии бояться там уже нечего то будет если съездить зону учреждения во первых мозги перевернуться так человек начинает понимать что такое катастрофа то есть побывав в городе который заброшен где можно зайти в каждую квартиру и оставлены брошенные вещи и игрушки вряд ли кто-то останется к этому равнодушным а для здоровья я вам скажу честно там уже нет таких вещей которые были бы настолько опасны что за одну поездку ты ничего с вами все будет нормально киев ближайший крупный город к чернобылю даже тут традиционный фон вернулся в норму всего через пять лет после катастрофы на аэс в некоторых районах он превышен до сих пор но не из-за чернобыля мы можем конечно поехать можем поискать там но но мы ничего не найдем я знаю одно на площади толстого повышен фон на крещатике повышен фон потом в районе галасеевской площади фон повышен это чисто природный фон вот настоящий момент никакой опасности чернобыльской радионуклиды для киева не представляют абсолютно никакой все мы слышали страшилки о вредном излучении от телефонов радиоволны вышек связи звучит нелепо пока сам не столкнешься эту высотку в шампанском переулке построили 10 лет назад на соседней крыше стоят антенны сотовой связи семья александра переехала в новую квартиру в 2011 с тех пор дети стали чаще и дольше болеть мужчина считает что на иммунитет влияет электромагнитное излучение несколько раз он вызывал специалистов замеры показали что в его квартире плотность потока энергии превышена в 20 раз у меня на постоянные какие-то идут затраты на лекарства то есть для поддержания здоровья детей раньше это было немного меньше сейчас чуть чуть больше аптечка или как ящик для медикаментов и более стал больше расширены там разнообразные скажем так лекарства характера повышение иммунной системы еще одна скрытая угроза большого города биологическая опасность это советский парк до недавнего парк ленинского комсомола в его дебрях есть два пруда они нужны были для отвода ливневой воды из района заставы и очистки стоков джутовой фабрики сейчас это просто помойка местные жители сливают сюда канализацию а предприятия какие-то химические отходы хорошо хоть не радиоактивные в теплое время года вода начинает свисти и вонять но это не самое страшное в прудах кучи ядовитых и токсических веществ концентрация тяжелых металлов превышает безопасный уровень в частности в воде содержится меди свинец а еще судя по вот этим разводам сюда сливает отходы дрожжевой завод в воде плавают шприцы пластиковые бутылки и покрышки вокруг куча мусора и насекомых в парке рано выгорает трава и листья на деревьях это значит что ядовитые вещества есть не только в воде но и в почве 5 лет назад пруды хотели осушить теперь передумали надеются спасти проект реконструкции готов осталось найти деньги и сделать пруды нужно расчистить от ядовитого ила грязи и мусора укрепить подпорные стенки отремонтировать все механизмы и наладить систему очистки воды после этого сюда можно будет даже рыбу запустить мы хотим в первую очередь это локализовать брать те сама так скажем самовольные врезки в данный пруд которые отводят и предприятия и к сожалению и жилые дома которые находятся непосредственной близости а это в первую очередь фекальная канализация то есть сегодня пруд не работает как сборник ливневых стоков сегодня он работает как смешанный пруд сбора смешанных стоков биологическая угроза гораздо ближе чем кажется чтобы заразиться чем-то опасным вовсе не нужно уезжать из большого города к примеру в одессе водятся комары которые переносят вирус западного нила из тысячи заразившихся людей около 50 умирают что уж говорить о привычной малярии насекомые массово обитают и размножаются в затопленных подвалах такие у нас есть в каждом квартале особенно плохи дела в лузановке подвалы не должны быть неизвестно какие и в них неизвестно что размножается их тоже надо проверять во первых санитария к тому же вот насчет комаров действительно они малярию все знают малярийный комар и не только малярии он и много чего переносят поэтому численность комаров тоже надо регулировать раньше были специальные программы улица атомана головатого здесь находится самое опасное здание в одессе место никак не связано с радиацией здесь угроза другого характера виду ничем не примечательная голубая коробка а внутри хранятся возбудители холеры чумы и множество других опасных вирусов человеку со стороны внутрь попасть невозможно здесь находится противочумный институт уникальный комплекс лабораторий в начале 90-х нехватка денег едва не довела до аварии это привело бы к выбросу в атмосферу болезнетворных бактерий и вирусов в 2008 американцы дали 3 миллиона долларов институт модернизировали это самое опасное но в то же время самое защищенное здание одессы бояться тут нечего смотрите в следующем выпуске музыка улиц как в одессе работают бродячие артисты и сколько можно заработать играя музыку в центре города гагарин я вас любила у на 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 гагарин я вас любила у на 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 а